Драгоценный Господь И с небесного видения И потому, Господи, мы стоим Пред лицом Твоим и хотим созерцать То, что видишь Ты, как Отец Что для человечества Явилось через то, Что произошло на Голгофе Господи, мы сейчас Молимся о тех, которые, узнав О Тебе, остались равнодушными Мы сейчас молимся О тех, которые еще не знают о Тебе И тоже равнодушны Но я прошу Тебя, чтобы все это было Сейчас снято, как чужая природа О май гута вайта, мина плежис Сними всякую пелену, которая Надевалась много раз И в разных ситуациях Чтобы убрать остроту понимания И я молюсь, Господи, чтобы Ты Пришел в каждое сердце сейчас Этой ясностью Картины, которая была Столько лет назад Но она не потеряла свежесть Она не потеряла ценность В Твоих глазах, и я благодарю Тебя За это, Господи Я благодарю Тебя, Рави Гродэ, Салебет Фрейс Что кровь Твоя пролилась Чтобы мы были, Господь, способны Принять вход во святилище Принять жребий с освященными И стать одно С сердцем Отца И мы сейчас складываем Тебе любую греховность Все, что связано с грязью Все, что связано с запачканной одеждой Мы кладем это к Твоим святым ногам Как в своей жизни, так в жизни Церкви и народа Твоего Каждый, кто прошел уже через Омытие Твоей крови Пусть, Господь, это восприятие жизни Будет свежим и полноценным Мой гад лавар дарапина палатон Дагита Вита Лестасон Маливой макаманагута лепар дарапина палатас Май бестас майкуманагута левар дарапина палпродас Май гад равира паливита плэжес Май гуд рамара тулапсат палавита гидфайс Липара тудотас алиман дагидфэда плэжес Май гуд рамара тудапсат палавита гидфайзар Мали плод супира паравар дарапина гидфэйт Мы сегодня стоим и в этой ночи, чтобы ходатайствовать Ходатайствовать о том, что в сердце Отца Ходатайствовать о том, что ты желаешь осуществлять сейчас на планете Земля Не просто, что видят наши глаза или слышат уши А что делаешь ты в этом течь? В течь в этом потоке В течь в потоке твоего ведения В течь в потоке твоей любви Майкут равардер апинTS палатондағаталайватадестас Пусть Господь из недр поднимается твой вулкан, Пусть из недр поднимаются твои реки, твои гейзеры, Из сердца каждого христианина, Майкута, Ливарда, Рапина, Пластес, Когда всякая пелена спадает, Когда всякая перегородка рушится, Когда камни отваливаются, Тогда течет твой поток, И он течет свободно, И он начинает заполнять сухие русла. Господи, сколько сегодня высохших рек, Сколько сегодня высохших ручьев, Годоса, Делефаст, А мы сейчас вызываем твои потоки, Мы вызываем твои потоки, Мы вызываем твои потоки, Гасанда, Гута, Лида, Сей, Не только от небесного престола, Но пусть они текут из чрева твоего народа, Майбата, Сулибаса, Кюра, Равира, Параварда, Рапина, Сад, Пусть возвращается жажда к общению с тобой, Жажда к молитвенной жизни, Жажда к отношениям, В которых есть так много серебра и золота, И драгоценных камней, Где так много откровений, Где так много жизни, Где так много света, Где так много любви, Майгута, Ливарда, Рапина, Палатон, Дагата, Ластас, Ливарда, Равина, Кирфа, Дарапина, Паластас, Ливарда, Рапина, Палотсу, Пиракридов, Ростас, Леймонда, Супер, Леймонда, Супер, Параварда, Рапина, Платфатор, Леймонда, Гентули, Калабарда, Равитамид, Праксат, Калавитов, Алфостас, Пусть Господь передачей снафеты происходит Из поколения в поколение, Пусть переходит от помазанника к помазаннику, Пусть Господь течет это взаимодействие, и выстраиваются те взаимоскрепляющие связи, в которых много жизни. Майгут лавардерапинопаллата пластес, левардерапинокулатра виракалабита плутфадер. Я благословляю сейчас людей по всему лицу земли, кто вместе с нами на связи, кто жаждет выхода из кризиса, кто желает, Господь, чтобы слава Твоей вилась на земле. Пусть эти голоса не умолкают, пусть Господь не будут обмануты люди, пусть никакие силы ада не будут иметь власти над церковью Твоей. Там, где Ты победил смерть и ад, пусть церковь Твоя пользуется этим благом, пусть наследие Твое живет, а в этой победе. О майгут лавардерапинопластес, майгут равардеравитагитфактор колобитопаластеса, я благословляю сейчас народ Твой обилием мира, я благословляю наследие Твое познанием Тебя, познанием Твоей воли, познанием Твоего отцовского сердца. О майгут лавардерапинопалата Фредас от Тулигалфайс, и когда тьма сгущается, когда есть переживания и ощущения этого давления на сердцах людей, особенно в пасхальные дни, то я, Господь, благословляю ангелов Твоих, эти тучи развеять, этот мрак удалить. Майгут лавардерапинопалатсупира Фредас Эдасон, ангелы Божьи, я благословляю вас, совершайте это освобождение для народа Бога Живого, освобождайте дороги, освобождайте все перегородки, убирайте. Майгут лавардерапиноплэйс, все запоры железные ломайте и двери сокрушайте. Майгут лавардерапинопласт, потому что пришло время забрать сокрытое во тьме, пришло время вынести к свету то, что столько лет было спрятано. О майгут лавардерапиноплэстас прайсер, но ты тот, который снимаешь печати и обнаруживаешь дела дьявола, ты тот, который даешь церкви твоей стучать, Господь, сегодня в твой напад. Майгут лавардерапиноплэстар, чтобы твой колокол не умолкал, чтобы твое движение духа по всей планете Земля только распространялось и усиливалось. Майгут лавардерапинопласт, и так как ты сказал ученикам, пободрствуйте со мною хотя бы час, поэтому мы сейчас взываем к тебе, чтобы бодрствовать с тобой, бодрствовать с тобой, находясь даже там, в Гевсимане. Мы хотим, Господь, бодрствовать с тобой. Майгут лавардерапинопласт, чтобы эта тяжесть, она была разделена, а не была на одном, и не была на некоторых людях, но чтобы могли взять каждую ту часть, которую из чаши твоей пили. Ты сказал разделить ее между собою. Майгут лавардерапинопласт, Майгут траварда рапинопалатопино сори Армар Дэвид Файзер, Левина колобатос, Левина коловордос, Левина колобэстос, Левина колобатос, Рапина полавота рапина пил пайдос, О, май гута ландос, о май гута роварда рапина плэстос, я благодарю Тебя, что жизнь Твоя в нас течет, я благодарю Тебя, что победа Твоя на нас, я благодарю Тебя, что святость Твоя в нас, я благодарю Тебя, что мы отделены от этого мира, отделены от системы Вавилона, отделены, Господь, от Мамоны, отделены от ее щупалец. Чтобы слава Твоя явилась на земле, чтобы Царство Твое, пришедшее в силе, которое всем обладает, стало влиять на эти системы, сокрушая Вавилон, но восстанавливая систему Царства Твоего. Господь, Али Модеста, Смайка Монакита Ливарда, Рапина Прей, как Ты это делаешь, Ты знаешь, но мы сегодня молимся о грядущих ситуациях, мы молимся о грядущих днях, потому что это то, что сегодня Господь нам, нам неизвестно, а Тебе известно на 100%. Мы можем только, Господь, догадываться или принимать отдельные пазлы, которые нам сегодня открыты в Твоем слове, но мы хотим видеть целую картину, мы хотим действовать, исходя из этой картины сейчас. Мой гудо Ливарда, Рапина Плашас, май гудо Ливарда, Рапина Плашас, эрта ворта плесес, ливарда туда, ливарда туда, ливарда туда, май блесе тк терапина билл пэда сад о майкут эливар дарапина полпай нас в оайкут эливар черапина калфа до сами мой гад лавина палату дагит вейтор ли варь гара пина палата судей за леки на колотцу его тоrors на слики на колотцу бира панель стос леки на колотцу продавать дайзер леки на колотцу пера каравард с майкад романда левит и кировер камана гайза дестас дух святой ходатайство о сегодняшнем событии когда тыствуй о всех событиях грядущих дней от дух святой не молчи от дух святой мы освобождаем тебя сейчас как реку айгата лавина плайза дейзер который идет пустыню и поглощает поглощайте дьявольские дела майкута ливарда рейзер и его река она не может сопротивляться против той реки который ты даешь айгата лавина половарда рапина пласты сей это река святого духа это река твоей святости это река принадлежности это река удрости этой река жизни это река света и любви папа и кот а лавина половарда рапина клеста спрайсор либо на туда to salivita val fotelipani о май кот или вар торопино close я благодарю тебя дух святой я благодарю тебя что твое намерение никто не остановил и не остановит господи я благословляю чтобы ангелы твои пошли и отделяли всякую компромиссность церкви твоем твоей отделяли господь от народа всякий грех и всякую причастность к нечистым планам майкута леварда рапина плайзер отсекай господь отсекай вдали как восток от запада потому что время теплости она закончилась майката лавина половарда рапина пласта санатет дагетфайзер поэтому я благословляю огнем святого духа я благословляю тем огнем о котором ты желал чтобы уже возгорелся мой гад головина половарда рапина пил падать супер короварда gratis тасс мой кот лавина половарда рапина кинатас я благодарю тебя Arevera Price я благодарю тебя суб microbrett крайдер я благодарю тебя супир độapp에서ис я благодарю тебя супираçakan sinking yes о мой гад лавина половарда rapide-пилласт если сначала христос то потом христовые благослови нас господь быть ими христовыми которые берут крест идут за тобой которые не остаются в стороне от движения славы Твоей, от движения Святого Духа. Пусть твои баллистические ракеты Святого Духа будут выпускаться, наполненные твоим шаломом, наполненные твоим царством, наполненные твоей благодатью, наполненные твоей святостью, наполненные твоей любовью. Мой го талаварный паста,Shun бы! Привет всем талаварт, О мой Бог! О мой Бог! О мой Бог! Лиманда Глойзер Лиманда Грайдос Лиманда Головитос Лиманда Готоплатос Дух Святой, я благословляю тебя сейчас Сокрушай твердыни древние Сокрушай кедры ливанские Сокрушай все той Потрясай пустыню Кадес Майката Лавина Палавар Торейсер Когда звучит твой голос Совершаются преобразующие процессы Майкат Лавар Атурапсен Блот Фарфира Кринеса И я благодарю тебя, Дух Святой Я благодарю тебя за намерение твое Которое никто не остановил и не остановит Я благодарю тебя за помазание твое Которое мы приглашаем новой мерой Чтобы всякое ермо дьявольских идей Оно разрушалось Чтобы творчество выходило на поверхность Чтобы люди могли служить тебе в святом духе В твоей свободе Майката Лавар Дорапина Плэс Служить дарами, талантами Служить всем, чем ты, Господь, обогатил Майката Лавира Палавар Дорапина Плэстос Поэтому все вызываю из плена Все вызываю из плена Что было когда-то пленено врагом Майката Лавина Палавар Дорапина Клейс Выходите, пленники, на свободу Выходите, узники Покажите ваши лица Майката Лавина Палавар Дорапина Палатон Движение твоей славы Движение твоей славы Движение твоей славы Заполняй, заполняй землю Заполняй землю О майката Лавар Дорей Ты обещал, что земля наполнится познанием славы твоей Познанием славы твоей, Господи И мы высвобождаем опознание славы Мы высвобождаем жажду по познанию славы О майкута ливарда рапина плэстас прайсер эквентайзер О майкута ливарда рапина половарда рапсад плайдаса Майкат лавина коловарда рапина плайд зажигай огнем то, что погасло Майката лавина половарда сейс снимай нагар со светильником Майкута ливарда рапинас светильник праведника горит весело Майката лавина плайсер нигде пропала радость Умножай ее, возвращай, Господи, возвращай радость избавления Возвращай радость победы. Возвращай радость, Господь, спасенного в состоянии каждой личности. Возвращай эту радость, что имена наши записаны на небесах. Господь, пусть эта радость обновится в каждом сердце. О май гад, алавина половарда, рота супер прайтера. Дух Святой. Май гад, алавина половарда, рапина прест. Мы не хотим, Господь, просто напрасно пить воздух, а мы хотим служить Тебе дарами Твоими. Мы хотим, Господи, чтобы не было балласта в Твоем народе. Поэтому взываем, чтобы не было атрофированных членов. О, Дух Святой, слава тебе! О, Дух Святой, слава тебе! О, Дух Святой, слава тебе, что ты ходатайствуешь о своей церкви. Ты ходатайствуешь о своем народе, к твоему привитость она пришла полноценно к каждому. О, Майкута Вайза, чтобы не было сухих ветвей в твоем винограднике, в твоем саду. Майката Лавина Палаварда Рейс, оживайте от сока, идущего от корня. Майката Лавина Пласта Спрейсер. О, Дух Святой, Майката Лавина Палаварда Рапина Прадоса. О, Майката Лавина Пласта Спрейсер. Мы ставим сюда наших детей, наших внуков. Мы ставим и говорим, Господи, в их сердцах умножена жажда. В их сердцах поиск твоего лица. В их сердцах то, что является сверхъестественным привлечением к небесам. Майката Лавина Палаварда Рапина Пласта Спрейсер. Майката Лавина Палаварда Рапина Клайдоса. Майката Лавина Палаварда Рапина Китфайза Дестас. Мы каждого кладем на Твой алтарь и говорим о ненадобности Господу. Мы развязываем этих ослиц и ослиц. Мы развязываем всех тех, кто нуждается Тебе, Господь. Пусть, Господь, малолетние и старцы будут вместе. Пусть все поколения соединяются в единый строй. Пусть, Господь, не будет разрозненности в этой армии. Когда многие рубежи были отданы врагу, а мы сейчас идем, чтобы их забрать. Господи, во имя Иисуса утверди в нас Свою победу. Утверди на нас Твое всеоружие. Утверди в нас Твое водительство и Твою ясность, как двигаться. Но чтобы забрать все рубежи, забрать все вершины, забрать все долины, забрать все города и страны. Для Тебя, Господи, приготовить путь и убрать все камни с дороги. Майкута Ливарда, Рапина Палаварда, Рапина Плэжесон. Майкута Лавина Палаварда, Рапина Крайтас. У Тебя есть лучшее вино напоследок. У Тебя есть совершенный план для полноценной победы. Поэтому, Господи, мы уповаем не на Себя и не на Свою какие-то изворотливые возможности, а только на Тебя, возлюбленный. На Тебя, возлюбленный, потому что мы хотим ходить прямым путем, не хотим изворачиваться, как это делают змеи. Но по змеям мы хотим ударять мечом Твоим острым, тяжелым и большим, убивая любого змея и водного, и наземного, убивая Левиафана, прямо бегущего, изгибающегося. Во имя Иисуса Христа пусть эти мечи, они будут заостряться более и более. Мечи заострятся более и более. Сейчас, в эту ночь, Господь, мы отдаем Тебе мечи на заострение. Май гата лавина палаварда рапина крайс, чтобы каждая молитва попадала в цель, чтобы каждая молитва сокрушала в голову змея, чтобы каждая молитва разоряла его жилища, его гнезда. Май гата лавина палаварда рапина палатонда гата ливис крестус, чтобы в каждой молитве был сильный поток Твоего огня, который сжигает все то, что надо сжечь, ни корня, ни ветвей не оставляя дьяволу. Май гата лавина фрейзер на этой земле, май гата лавина палаварда рапина пласт, поэтому мы идем к корню того дерева, которое надо срубить. Но на это место важно посадить Твое, Господь, Слово, Твой меч, чтобы там остался на этом месте. Поэтому, Боже, за все годы, чтобы срубали, за все годы, что мы делали в этих молитвах, я благословляю, чтобы там были вставлены Твои мечи, вставлены Твои мечи и расцвели, расцвели Твои факелы, расцвели Твои мечи. Представители Твоей власти пусть, Господь, размножатся через эти новые насаждения. Поэтому во имя Иисуса Христа я сейчас объявляю этот обмен. Обмен того, что было когда-то срублено, чтобы это место не оставалось пустым, что во всех городах и странах, во всех долинах, во всех, Господь, воротах, во имя Иисуса, во всех водных источниках, пусть приходят туда сейчас Твои насаждения, приходят туда Твои послания, приходит Твое семя и ложится на почву благодатную и добрую. Лобарда, Равита, Кредо, Палаварда, Рапина, Кредо, Фрайдер, Армарда, Виталия Клида, Палаверда, Сет. Когда так много, Господь, зловония распространяется сегодня по земле, а мы меняем это зловоние на благоухание, познание о Тебе. Поэтому прогоняем все эти злые, злые облака, наполненные злым запахом. Во имя Иисуса Христа, смертоносный запах. Убирайся из атмосферы городов, убирайся из атмосферы земли нашей. Майгат, Алавира, Параварда, Рапина, Палаворда, Ретас Сайт, Арбарт, Навиталь, Липанда, Гот, Алавира, Паравардасен. Дух Святой, я благословляю Тебя двигаться и действовать. Благословляю двигаться и действовать, потому что нам сегодня так важна, так важна Твоя сила, так важно Твое присутствие, любимый. Майгут, Ватарпира, Фарафрада, Рапта, Дастас. Майгут, Равира, Каливира, Рапара, Тудапсен, Палавита, Калайзат. Ливара, Тудапсен, Палавита, Гитфэс. Липина, Палат, Суревита, Паластас. Ливарда, Рота, Салиман, Кинеса. Я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, что на нас Твоя печать, печать святости и отделенности, на нас печать неприкосновенности, чтобы враг не имел права к нам прикасаться ни к нам, ни к домам нашим, ни к детям нашим, ни к родам нашим. Во имя Иисуса Христа, враг, убирайся вон, убирайся вон. Мы полагаем предел всякой тьме на территории судеб наших родных и близких. Мы полагаем предел тьме и его планам. Айката, Лавира, Параварда, Рапина, Плэжасан. Мы используем власть, данную нам Господом, в сочетании с Тобой заветные отношения. Дух Святой, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, потому что то, что делаешь Ты сегодня, мы можем только догадываться. Но Ты делаешь свои планы и свою волю, и Ты совершаешь ее настолько основательно, настолько масштабно и настолько до конца. Я благодарю Тебя за это, Господи. Я молюсь о том, чтобы Ты восстанавливал здравие тех, кому надо еще управлять разными территориями. Я благословляю как молитвенников, как ходатаев, так и начальствующих по воле Твоей. Утверди каждого, кому Ты дал, Господь, по воле Твоей занять любой крест и пост. Когда у Тебя есть Даниилы и Иосифы, когда у Тебя есть Исфири и Мордохеи, Боже, продвигай свой народ там, где это нужно сделать. О, Боже, у Тебя есть новое время и новый сезон, чтобы разрушить все дьявольские подделки с названием «Новый мировой порядок». Господь, пусть придет туда Твоя бомбардировка, пусть придет туда мощный удар Твой, Господи. Мы выпускаем туда Твой Господь, Твой десант, мы выпускаем туда Твоих ангелов, мы выпускаем туда Твое войско. И Ты обещал, что нам ничто не повредит. Ты обещал и сказал, что я даю вам власть наступать на змеев, на скорпионов и на всякую силу вражью. На всякую силу вражью, на всякую силу вражью. И мы пошли, Господь, обув ноги Твою готовность. Мы пошли, чтобы благую весть распространять до края земли. Мы пошли, чтобы сказать о спасении роду человеческому. Мы пошли, чтобы сказать, есть выход, есть выход и есть прозрение для глаз слепых. Есть слышание для глухих ушей, есть способность созерцать мир по-новому. Есть эта способность возлюбленной. Майгут, Равард, Рапинакет, Вагдар, Калабита, Плодастаса. Молевой, Макамон, Агита, Ливард, Рапинакет, Вагдар, Калабита, Плодастаса. Ливин, Палавард, Рапинакет, Вагдар, Калабита, Плодастаса. Майгат, Роман, Давид, Алипара, Тудотас, Акседа, Вилфайзер. Я благодарю тебя за каждого, за кого ты уже полагаешь на сердце полагать молитвы. И пусть, Господь, эти молитвы даже прежде, чем мы произнесем, они уже пойдут впереди, они уже будут совершать дела, они уже будут опускать небо на землю, они уже дают замолчать всякому, всякому злому окрику, всякой нечистой птице, всякому, Господь, действует зверя в тростнике. Майгат, Алавина, Пластас, Араварда, Рапинакрайда, Плайзер. Майгат, Алавина, Палаварда, Рапинапалатон, Дагат, Алавита, Палаварда, Ретасон. Мы останавливаем такие движения нечистого мира, мы останавливаем движения нечистого духа. И я благодарю Тебя, Господи, я благодарю Тебя, что Ты сделал нас работниками, сотрудниками и союзниками. Я благодарю Тебя, Аравира Фрайда, Рапина Крестас. Я благодарю Тебя, что Ты дал нам носить Твое высокое имя. Я благодарю Тебя, что на нас печать Твоего благоволения. Я благодарю Тебя, что с нами Тот, Который воскресил Христа из мертвых, что с нами сила трупного звука. Я благодарю Тебя, Аравира Фрайда, Рапина Палаварда, Рапина Клода, ного арта эта сей am ever after up айкута ливарь havoc blow ABC о радио верфактор корабель топов и осин слава 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 тебе слава 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 тебе слава 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 тебе любимой слава тебе драгоценный слава тебе животворящий слава тебе вечным слава тебе любящий слава тебе отец во вселенной слава тебе май супер корт那么 Фарбреда Палаварда Райзер, мы утверждаем твою волю на земле, мы утверждаем твою славу на земле, мы утверждаем твое благоволение на земле, мы утверждаем твои действия своевременные на земле, мы утверждаем твою волю, исполненную на сто процентов. My God, Alavarda Rapina Pallavarda Ropes and Davitasen, My God, Alavarda Rapina Hidfais, и да поднимается в нас дух льва, да поднимается дух орла в народе твоем. Oh, My God, Alavarda Rapina Christ, когда надо объединиться, и орлам и львам, когда надо двигаться и в воздухе, и на земле, когда важно забирать территорию и атмосферу вместе. My God, Alavarda Rapina Plastus, Praise, и сеять твои семена, семена царства, семена доброй воли отца. Oh, My God, Alavarda Rapina Christ, Oh, My God, Alavarda Rapina Plastus, Oh, My God, Alavarda Rapina Plastus, Oh, My God, Alavarda Rapina Christ, Oh, My God, Alavarda Rapina Christ, Исона, Дух Святой, Дух Святой, я благодарю тебя, что ты посреди народа своего не безмолвствуешь. My God, Alavarda Rapina Palaveta Plast, Ты продолжаешь говорить от духов в дух. My God, Alavarda Rapina Christ, от престола к престолу сердца каждого человека. My God, Alavira Plastus, Praise, И пусть на престоле не будет эгоизма, пусть на престоле не будет никакого страха, пусть на престоле не будет никакой паники, пусть на престоле не будет духу угнетения места. Поэтому во имя Иисуса Христа исторгни из каждого сердца любой дух нечистый, какого бы начала он не имел, откуда бы он не пришел, во имя Иисуса Христа мы исторгаем эту природу с сердец. Мы исторгаем от престола, чтобы на престоле царствовала только Твоя благодать И только дух ведения от Вседержителя Дух Совета и крепости от Господа нашего Майката Лавина Палаварда Рейс Дух благочестия и дух премудрости Майката Лавина Палаварда Рейс Твоего господства и ведения Мы приглашаем этих всех духов, которые есть роги Которые есть духи и светильники И которые есть очи, обозревающие всю землю Мы приглашаем тебя на трон из своего сердца И говорим, займи там полностью территорию Майката Лавина Палаварда Рапина Класса Дейтар Арбарда Витулика Лапита Палата Сейб Чтобы вся иная природа, она просто засохла Как от огня тает, тает лед Как от огня уходит всякая сила у травы Майката Лавина Палаварда Рапина Калаверда Ротас Алипира Фарфреда Грайдас Лебварда Рапина Калаварда Рапина Китфейзер Чтобы всякая плесень сгорела Чтобы всякая гнилостность ушла из народа Майката Лавина Палаварда Рапина Калфеда Сулапсад Плайзер Романа Тулиба Сакира Верфекдас Лебварда Гота Лаварда Рапина Палаварда Райтас О, Господь, я благодарю тебя, что дух твой ходатайствует Дух твой ходатайствует О, Гота Ваталида Палаварда Рапина Крайз А на ходатайство Святого Духа ты, Господь, реагируешь Потому что в нем твоя воля В нем твоя премудрость пребывает Майката Лавина Палаварда Рапина Палаверда Ретас Алипид Крайзер И я вызываю, Господь, вызываю в действие все голоса предыдущих поколений Которые молились и ходатайствовали за ту землю, где ты дал нам жить О, Майкута Лаварда Рапина Прайзер Я сейчас из веков вызываю этот голос Майката Лавина Клапсет Плейзер Шумов от многих, состоящих из многих голосов святых Майката Лавина Палаварда Рапина Крайзер Лиманда Доча Соливы Рапер Фреда Грутосер Пусть, Господь, эти фонтаны и гейзеры Они выходят из веков Они выходят из предыдущих поколений Они взывают к тебе, потому что у тебя все живы Боже, Майкута Лапсет Плей Если даже надо из гробов поднять, ты поднимешь А сейчас, когда мы говорим, чтобы кости сухие ожили То ты имеешь эту силу власти Чтобы эти кости пришли в движение И соединилась кость с костью И обложилась жилами И наполнилась мышцами И покрылась кожей И дух от четырех ветров вдохни на этих убитых О, Майката Лавина Плайз Чтобы они ожили Майката Лавина Плайз Чтобы полчища твое поднялась Майката Лавина Пластес Прейсер Полчища от великого Господа Полчища, которая знает трубный звук Полчища, которая знает своего во высокотачальника Полчища, которая стройная Полчища, которая во всеоружии Полчища последних дней Майкута Ливардерапина Крестес Палаварда Рапина Палаварда Седас Майкат Лавина Палаварда Рапина Гетфейс Я благодарю Тебя Я благодарю Тебя, Дух Святой Что мы здесь для того, чтобы с Тобой говорить Мы здесь для того, чтобы с Тобой молиться Мы здесь для того, чтобы с Тобой общаться Мы здесь для того, чтобы переливаться Господи, а Ты соединяй Все сердца, которые с нами на связи Сейчас или потом Соединяй, Боже, в этот поток Соединяй, как Твои артерии Наполняй их жизнью Майгута, либо сплезан Христа достаточно, чтобы каждая артерия Наполнилась живой кровью Майгата лавира параварда рапина клайсер, чтобы живая вода потекла. Господи, чтобы живая вода потекла. Майгута лаварда рапина крапсон, моливорда рапина китфест, липара ту дапсон половита китфайзер, липана ту либо сокюра фалайзер. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя, родной. Я благодарю тебя, живой и вечный. Я благодарю тебя, сильный и могущественный. Я благодарю тебя, спасающий и неизменный слове любви Бога. Я благодарю тебя, Равира параварда рапина, что ты помыслил о нас во благо даже тогда, когда нас еще не было на планете Земля. Ты уже помыслил и сказал, это мои победители. Это победители последних дней. Это победители и предстоятели святилища. Ты нас так увидел, ты нас так назвал, ты нас поставил, чтобы мы, Господь, укоренялись в Твоем саду, питались от Твоих источников. Слава Тебе, любимый, что вместе с Давидом мы можем говорить Твое слово, Майгат Алавинов Лазвис. И мы делаем это, потому что когда-то, когда-то Он мог сказать Аллилуйя, невзирая на обстоятельства. Он мог просто прославить Тебя, Он мог вознести Свою молитву хвалы. И я благодарю Тебя, что мы сейчас это делаем вместе с Ним, независимо от того, в чем и где мы находимся, и что мы проходим. Господи, а мы соглашаемся приносить жертву хвалы, которая соединяется с херувимами там, на небесах. Когда говорят, свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Твоей. Боже, сегодня глаза наши видят иначе в физическом мире, но мы говорим так, как видят наши духовные глаза. Вместе с херувимами мы говорим, что земля наполняется славой Господней. Земля наполняется славой Господней, потому что есть святой и отделенный от планов дьявола. Есть святой и отделенный от планов нечистого мира. И потому Дух Святой мы сейчас говорим, славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Великие дела Господни, вожделены для всех, любящих Он, и дело Его слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса свои, милостив и щедр Господь, пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет свой. Силу дел своих явил Он народу своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его, истина и суд, все заповеди Его верны, тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу своему, заповедал навеки завет свой, свято и страшно имя Его, начало мудрости, страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек. Господь, мы благодарим Тебя, что именно так, хвала Тебе пребудет вовек. Ты Бог всемогущий, у Тебя власть над временем и пространством, у Тебя власть над всеми словами, которые когда-то вышли из Твоих уст. И эта власть сегодня, она работает, она производит в нас охотение и действие по Твоему благоволению. Я благодарю Тебя за это, Господь. Я передаю Тебе Твой народ повсеместно. И прошу Тебя, чтобы слава Твоя, через нас проходящая, не уходила сразу на небо, а распространяла по земле Твою волю. Распространяла Твои определения. Поставь печать на все слова, уже сказанные, и на все молитвы, которые еще будут звучать. Поставь печать Твою к исполнению, Господи. Я благословляю сейчас. Прославляя Твое имя, соединиться с небесами. Небеса не молчат. Небеса говорят. И Дух наш может это принимать и реагировать на все Твои движения. Благословен Ты, Господи. Укрепляй нас бодростью Твоей. Укрепляй в эту ночь, Господь, чтобы наши сердца не оставались в состоянии сна, в состоянии какого-то беспокойства человеческого. Но дай нам утвердиться на твердом основании, на твердом корне и на твердом Твоем присутствии Слова Твоего. Когда-то Петр оперся на Твое Слово и смог идти по воде. И нам нужна такая вера, которая нас выведет из лодки, но поведет нас по глубинам Твоим над ними, на воде. И я благодарю Тебя, Господи, что Ты знаешь, как Ты это делаешь. Передаю Тебе ту ночь дальше во всех ее частях. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Прославим Бога, друзья. Будем сейчас еще пропоем несколько песен. Я желаю, чтобы сегодня ваши сердца были в числе молящихся, не просто на своих местах, но чтобы мы могли выйти и сказать, за что мы благодарны Христу в Его подвиге. Пусть эти молитвы могут быть не длинными, но они будут от сердца. От сердца идущие, потому что на самом деле, чтобы в нашем сердце возбудилось еще новое какое-то переживание, тогда, когда Голгофа перед нами оживает, когда мы можем не просто стоять и плакать у Голгофы, а понимать ценность, понимать плод этой победы и благодарить Христа. Когда Господь творит что-то новое, то главное быть к этому открытым. А когда Он явит плод, Он всем понравится. Когда Он что-то начинает делать, особенно то, что связано с какими-то твердынями вражескими в голове, то они очень возмущаются. А когда Господь начинает открывать свои результаты, то всем от этого хорошо. Я хочу сейчас вместе с Вами, а прежде чем посмотреть то, что я хотела посмотреть, разрушить все проклятия, которые есть над нашей страной. Хочу с этого начать, потому что на Голгофе проклятия все были взяты. И не потому, что где-то есть заслуженное, где-то незаслуженное. Наверное, с точки зрения разных людей и так, и так. Но я сейчас не в этом хочу разбираться. А я хочу разбираться в принадлежности. Вы помните, когда Валак пригласил Валаама? Проклясть народ израильский. Разве у народа не было ошибок? Разве у них не было каких-то состояний, на которые Бог не гневался? Все было. Но проклясть не дал. Не дал проклясть. И вот я хочу сейчас это прочитать. Когда привел Валак его и произнес притчу свою и сказал, «Из Месопотамии привел меня Валак, царь Маава, от гор восточных, приди, проклини мне Якова, приди из реки злона Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его». Я хочу сейчас об этом молиться, чтобы народ, за которым мы молимся, народ, из которого нам Бог дал родиться и жить, и другие народы, которые тоже параллельно могут попадать под проклятие, чтобы мы снимали это. У нас есть власть, друзья. У нас есть власть снимать проклятие, а не накладывать. Накладывать тоже есть власть. Но это не то, что нам Бог предназначил делать. И поэтому, вы знаете, когда Он наделил властью, то у власти есть две стороны. И когда сегодня христиане попали вот в эту зону и стали проклинать, то это говорит о том, что они используют власть, но на вражеские планы. Потому что Бог нас призвал благословлять. Он дал нам эту привилегию благословлять. И поэтому, если Он проклял смоковницу, то она уже не смогла приносить плод. А поэтому Он хочет, чтобы мы с вами увидели Его сердце. И вот из этого сердца что-то произнесли. И поэтому сегодня я хочу вот именно отделить народ, приготовленный для последней жатвы, отделить под благословение. Потому что я просто понимаю, как действуют стратегии врага в том числе, потому что Он точно знает, на ком есть помазание для последнего времени. И это славянские народы. Это не отдельно взятый какой-то народ. Это славянские народы. Они для последнего времени приготовлены. И Он ненавидит эти народы. Из-за этого желает стереть порошок с лица земли все. Все славянские народы. Не русские, не украинцы, не белорусы. Все. Просто соединил сейчас или свел так, чтобы люди могли уничтожать друг друга. И поэтому я хочу благословить эти народы. Благословить так, как Бог благословляет. Потому что власть, которая у нас есть, нам надо применять. И поэтому попросить прощения за то, что Божий народ встал на эту территорию нечистого мира. Потому что мы с вами, друзья, можем действовать из власти Божьей, находясь в его царстве. А у дьявола желание вытащить из царства, а потом навязать свою позицию, навязать свое предложение, показать справедливость или еще что-то со своего угла зрения и разрушать Божьи планы. Но вы знаете, меня очень радует это слово, что Божье намерение не может быть остановлено. Остановлено. Он не сказал, что мое намерение может быть кем-то вообще убрано. Нет, остановлено даже не может быть, потому что у него на все свои времена, у него на все свои сроки. И поэтому пришло это время, значит и придет преображение, пробуждение общества. Потому что когда Господь это начинает делать, то, вы знаете, в ушах зазвенит по всему миру, что сделал Бог. И я верю, что свой реванш он обязательно проявит. Но так важно, чтобы мы, как Церковь, стояли вот в этой позиции, позиции Царства Божьего. Не позиции лично, человеческой. Вот у меня есть позиция, я теперь ее буду отстаивать и говорить, и доказывать. Лучше от своих позиций сейчас по большому счету отказаться. Но стать в позицию Божьего Царства и представителей Царства. Потому что мы же с вами, если вы знаете, дипломаты на земле небесного государства. А дипломаты, они не несут свою позицию. Они представляют государство. И когда мы начинаем это понимать, чье государство мы представляем, тогда мы по-другому относимся к патриотизму, тогда мы по-другому относимся к оскорблениям, тогда мы по-другому относимся ко всяким подделкам, Потому что у нас есть миссия дипломата, небесного государства. Представить Бога и представить его достойно на этой земле и знать, что он точно не перепутает, что он делает сегодня. И поэтому с вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот живет народ отдельно и между народами не числится. Вот так у нас государство принадлежности небесного происхождения. И поэтому между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их. Он произнес притчу свою и сказал, это еще второй раз, встань, Балак, и послушай, внимай мне, сын Сепфоров. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит. Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить всего. Не видно бедствия в Иакове и незаметно несчастье в Израиле. Господь, Бог его, с ним и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове, нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле, вот что творит Бог. Мы скажем, в свое время скажут и о славянских народах, вот что творит Бог. Вот что он сделал. Вот народ, как львица, встает и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется кровью убитых. Конечно, наша брань сегодня, это не брань против людей, а это брань против нечистого мира. И пусть там будет все обескровлено. Придет в ничто всякое действие нечистого плана, нечистых замыслов. И кто из вас знает, а кто не знает, то в момент пасхальных праздников очень сильно обостряются действия всякого сатанистского культа. И поэтому нам важно сегодня просто радостью, Божьим весельем разрушать эти вещи и убрать проклятие с народа, в котором мы живем. И Бог знает, как это делать, потому что Христос, вы знаете, на Его голову был возложен венец истерна, который олицетворяет проклятие. И поэтому тот венец, туда включены все народы, туда включены все личности, туда включены все слова, которые легли на Его голову. Поблагодарим Его за этот подвиг, что мы можем отдать сейчас все проклятия на этот венец. Давайте сделаем это. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем сейчас благословлять Твое присутствие в том народе, который Ты избрал для последнего времени. И как бы дьявол ни пытался останавливать Твое намерение, не получится. Потому что мы взываем к Тебе, и мы молимся к Тебе, и говорим, Господи, мы не взываем за отдельный народ, мы не взываем за отдельное государство, а мы взываем за тот народ, который именуется именем Твоим. Мы взываем о том народе, у которого есть трубный звук. И мы говорим, соединяй воедино такой народ. Соединяй, ставь, Господь, нас под Твоей головой, единым телом Христовым. Поэтому как бы его ни пытался дьявол растерзать, оно уже было растерзано на Голгофе, чтобы мы сегодня были целостны. Поэтому во имя Иисуса Христа я молюсь к Тебе, Господь, сегодня о целостности Церкви Твоей по всему лицу земли. Я молюсь о единстве живого и здорового. И поэтому, Господи, прости, когда Твой народ свои уста отдает на злословие, на проклятие, на какие-то свои доводы. Прости, Господи, за это. И прямо сейчас, мы, принося это покаяние, пред лицом Твоим говорим, что жертвы Твоей достаточно, чтобы всякое проклятие с нас, с нашей земли, с нашего народа прибить на Голгофском кресте, положить на голову этот терновый венок. Потому что там уже Он лег, для того, чтобы мы сегодня сказали, проклятие, Ты на нас власти не имеешь. О, мой гута ли партера, вита крепта гарта, вита ля пера тудапсет. Поэтому мы снимаем это проклятие с правительства, мы снимаем проклятие с армии, мы снимаем проклятие с земли, мы снимаем проклятие с братских народов, мы снимаем проклятие со всех государственных структур, мы снимаем проклятие, мы снимаем проклятие, мы снимаем проклятие. У нас есть власть во имя Иисуса Христа, мы его снимаем и открываем небо над головами, открываем небо над головами, чтобы прозрение приходило от Господа, а не туман от дьявола, чтобы нам, как народу, живущему в этой стране, стать огромнейшим благословением для всех наций, которые сегодня отворачиваются, которые сегодня злословят, которые сегодня страшатся. Но мы говорим, мы благословение, мы благословение от Господа, потому что мы знаем живого Бога, который сменил проклятие на благословение, и мы не просто снимаем проклятие, мы насаждаем благословение и говорим, народ, народ, знающий трубный зов, народ, который быстроту единорога имеет от Господа, народ, который между народами не числится, но имеет гражданство неба. Я благодарю тебя, Дух Святой, я благодарю тебя, Дух Святой, я благодарю тебя, родной. Господь, ты дал сейчас здесь запустить твой реактор, чтобы пошла сила энергетики неба, пошла по всей планете Земля. Я благодарю тебя, Боже, что во всех народах есть сегодня те, которые жаждут исполнить волю твою. Пусть, может быть, их немного, но они есть, и ты знаешь, как это размножить, как ты когда-то сказал Аврааму. Авраам, я размножу тебя, Майгата Лавина Палаварда, Рапина Плеснос, потому что ты нашел в его сердце веру. Господь, размножь тех, которые по воле твоей сегодня наполняются твоими чувствованиями, наполняются твоим водительством, наполняются твоим пониманием, что, когда и как надлежит делать. Майгата Лавина Палаварда, Рапина Палаварда, Ротас Алиман Давид Фейзер, Рапрат Равита Гелованда Глейзер, Рупина Палавата Рапина Калафадасон, поэтому всякая твердыня рушится, и всякое ермо разрушается. Майгата Лаварда, Рапина Палаварда, Ротас Алиман Дета Палта Вита Калебента Фейзер. Майгата Лаварда. и дух болезни немощи ты теряешь основания на кого бы не призвали дух болезни и дух немощи мы отделяем во имя Иисуса потому что болезни немощи взяты на Голгофском кресте Иисусом Христом я благодарю тебя, Дух Святой я благодарю тебя, что в этом наша молитва к тебе и мы принимаем, Боже, власть твою для реализации твоих планов чтобы на этой земле, на планете Земля каждый человек увидел тебя как Бога Всемогущего который сейчас очищает свои зерна от всякой шелухи очищает свое поле от всякого плевела я благодарю тебя за это, Господи я благодарю тебя, Равира Фарапарда, Гродос, Алимантестес Леварда Рапина Калавата Алапина Гатфайда Седосон Майгута Лаварда Рапина Гитфайс и ты знаешь, чей голос надо усилить сегодня чтобы голос правды зазвучал и был услышан чтобы голос здравости не был никаким безумием смешан или остановлен во имя Иисуса Христа мы приглашаем сейчас здравый смысл неба чтобы нам видеть, что ты творишь сегодня чтобы дьявол заскрежетал зубами и истаял чтобы все его орды, они, Господь, потерпели поражение полное Майгута Лавардас, потому что тот, кто в нас больше того, кто в этом мире и мы граждане неба и потому мы идем с этим посланием Майгута Лавина Палаварда Репседайзер на земле мы временные, а в вечности мы всегда будем пребывать у престола славы Майгута Лавира Палаварда Рапина Калаварда Рапина Пластас поэтому, Господь, ценности вечности мы не отдаем мы не отдаем на разменные монеты этого мира Майгута Лавира Палаварда Рапина Калаварда Седамир Крайса Бестасан Майгута Лаварда Рапина Сайт мы ухватили за Твое Слово и пусть оно ведет нас, Господь пусть оно ведет нас на те высоты, где нам должно оказаться Майгута Лавина Палаварда Рапина Гитфайда Блессер Каврамина Клод и я благодарю Тебя, Дух Святой я благодарю Тебя, что мы принимаем благословение которое когда-то изрек Валаам, много лет назад, он зрел через века. Отец, и мы сейчас стоим здесь и говорим, мы твой народ, мы люди, взятые тобой в удел, и нам принадлежит это слово, и мы его взяли, чтобы воевать и побеждать. И твою результативность представить, как плод твоей любви через нас, явленный этому миру, как милость и шанс, объявленный. Готфактор колобитопластис. Господь, чтобы еще этот зеленый коридор работал во спасение, чтобы люди не оставались в своих убежищах, а бежали к Тебе. Господь, я молюсь сейчас о духовных коридорах. Я молюсь сейчас о том времени, когда надо бежать в объятия Отца, выходить из всех своих бункеров, выходить из всех своих укреплений, но бежать в объятия присутствия неба. Майгута Ливарда, Рапина, Калаварда, Рапина, Крестас. Ливарда, Рапина, Калаварда, Рапина, Кратен, Дагата, Бита, Лейта, Порта, Витара, Панасен. О, лавита, Витвайс. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Равира, Фарафарда, Гродо, Саля, Битхайдер, что небеса распахнулись, чтобы принимать пленников, страждущих, жаждущих, заключенных. Принимать в объятия небес, Господь. Я благодарю Тебя за это, Отец. Я благодарю Тебя за это, Любимый. О, майгута Ливарда, Рапина, Крабсат, Плод. Ливарда, Рапина, Гитфейда, Блессон, Каманагита, Ливардас. И кого хотят уловить, выводи на свободу. Выводи на свободу, Господь. Войгата Ливина, Палаварда, Рапина, Кирфайда, Блессор, Камана, Гот, Ливарда, Рапина, Палпандас. Выводи на свободу тех, кого уловить хотят. Господи, я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя, что в этом наш голос, который слышен на небесах. В этом наш голос, который сейчас раскрывает объятия неба для народов. Слава Тебе за это, Господи. Слава Тебе, Любимый. Слава Тебе, Вечный. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присядьте еще. Сегодня мне пришла еще одна информация, связанная с одним священником, Илларион его зовут, который отправляется сейчас в Мариуполь и попросил молитвы. Вы знаете, интересно, что священник православный обращается ко всем людям, ко всем христианам, кто может за него помолиться. Слава Богу, это действительно слава Богу. И он как раз идет в Мариуполе, вот в то место, где также и Александра Семенова мама, прямо вот у него есть адрес, и он хочет туда к ней попасть, привезти лекарства, там все необходимое, либо по возможности забрать ее оттуда. И он попросил, чтобы Бог ему содействовал и помог это сделать. Поэтому, знаете, вот сейчас я удивляюсь, какие вещи Бог делает, да, соединяя вот таким образом людей, христиан, независимо от конфессии, независимо от позиции, Господь что-то начал делать, свое. И поэтому я хочу, чтобы мы сейчас эту молитву могли совершить и благословить таких жертвенных людей. Еще сегодня один человек позвонил с Украины и попросил принять 19 беженцев, которые должны в ближайшее время приехать. И они тоже на границе пока проходят всякие документальные вещи, может уже прошли, потому что это было утром сведения, но в любом случае я хочу об этом тоже молиться. Я не знаю, сколько еще будет таких людей, но по крайней мере, чтобы хватало для каждого. Но они приезжают, правда, здесь как пункт такой передаточный, потому что едут дальше в Германию. Но как бы там ни было, помолиться сейчас о каждом, кто движется в Европу, кто движется в другие города и страны, потому что чтобы и там им было хорошо. Потому что мы не знаем, какие ситуации, какие обстоятельства идут на ту же Европу. И сколько там всего. Вы знаете, когда мы размышляем о том, почему такие события приходят на землю, на землю. Но Содом и Гамора имел конкретные характеристики. И мы сегодня реально видим, что в мире к этому стали очень как-то терпимо относиться. Это просто настолько удивительно, что люди как-то вот смотрят, и говорят, ну ладно, ну и такие есть, и такие есть. Нет, друзья, это грех Содома и Гамора, вызвавший огонь. И написано, что это было показано будущим нечестивцам. И вот эти будущие нечестивцы, которые сегодня живут на планете Земля, это для каждого урок, чтобы услышать и понять, вообще-то Господь играть с этим не будет. И поэтому Он дает право каждому человеку прозреть. А у нас с вами необходимость об этом молиться, чтобы вовремя приходила мазь на глаза, чтобы слепые прозревали. И чтобы сегодня Господь отделил этот грех Содомский и Гаморский от жителей Земли. Потому что та ложь, которая сегодня пришла с этим грехом, что такой человек родился, такой непонятный, или там еще что-то. Но на самом деле это уже навязывается с детских лет, когда поднимается, сейчас, по-моему, в Америке, или где-то, с какой-то странной информация приходила недавно тоже, что там в начальной школе навязывают уже эту идею, в садике даже. Ну, в любом случае, мы понимаем, да, о чем речь. Мы понимаем, что это против чего Господь не будет просто стоять в стороне и смотреть, как малолетних забирают в эти сети. И поэтому у нас с вами есть сегодня серьезная аргументация вставать в ходатайстве, как когда-то это делал Авраам. Он просил милости для этих городов. Он не просил, чтобы грех размножился, он просил милости для этих городов, чтобы Бог спас людей. Но спасение – это не просто сохранить жизнь, а это преобразить жизнь. Преобразить ее изнутри, чтобы люди действительно к ценностям вернулись, к тем, которые являются глобальной и божественной ценностью. И, к сожалению, сегодня во многих церквях очень, так скажем, тоже лояльность есть к разным вопросам. И, вы знаете, это не вопрос в том, что человека, который заражен этим грехом, не взять в церковь. Это значит освобождать от этого греха, а не соглашаться с ним. И поэтому, когда людей отталкивают от церкви, это не есть правильно. Но когда в церкви человек не хочет меняться, а просто ему хочется быть в этом обществе добрым, – это тоже неправильная позиция. Потому что есть очень четкие критерии, если ты уже христианин, вот у тебя есть критерии. А когда ты остаешься тем, 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 у Павла говорит, даже с таким не есть вместе. Поэтому пусть уйдет грех из образа мышления народа Божьего. И вот сегодня важно об этом тоже молиться, друзья, чтобы как грех, как явление, оно было не просто проявлено, выявлено, обнаружено, а удалено. Удалено как восток от запада. Потому что, как ни странно, но слово о благодати, которое должно было стать силой для народа, для многих стало каким-то разрешением ко греху. И чтобы вот этой подмены не было, благодать – это сильнейший дар Божий. Просто могущественный дар. Но эта сила, эта крепость для того, чтобы побеждать грех, а не жить под ним. Давайте об этом помолимся, а потом я уже назову еще некоторые вещи. Дорогой Господь, я благодарна Тебе, что могу молиться с Твоим народом об этом человеке, отце Илларионе, который отправляется, или, может, уже отправился в эти территории Мариуполя. Господи, я прошу Тебя, чтобы сверхъестественные ангелы пошли с ним, Твои посланники, чтобы, Господь, они его привели в те места, где надо оказаться, чтобы все снайперы замолчали, чтобы ни один выстрел не был сделан против него. Господи, мы просим Тебя, потому что мы знаем, что нужна ему сверхъестественная защита покрова Всевышнего. Я благодарна Тебе, что он идет на этот риск, потому что он знает, что там есть люди, которые нуждаются в помощи. Там есть те конкретные имена, ради которых он туда выдвигается. И пусть, Господь, весь этот список, он будет не просто обнаружен, а он будет приведен к свободе, чтобы прошли через все рубежи, чтобы были выведены через все рубежи. Господи, прошу Тебя, потому что знаю, что Ты всемогущий Бог. Прошу Тебя, потому что у Тебя вся власть и сила. Ты знаешь, как слабое укрепить. Ты знаешь, как немощное исцелить. Ты знаешь, как надломленное восстановить. Как вернуть надежду тем, кто ее уже потерял. Господи, мы Тебя просим, чтобы это чудо совершалось, потому что с каждым днем силы у людей могут таять, но Твоя сила, она не может каким-то образом исчерпаться, потому что у нее такой потенциал огромный. И мы приглашаем Тебя сейчас, Господь, в эти места безнадежности. Мы приглашаем надежду. В эти места тьмы мы приглашаем свет. В эти места болезни мы приглашаем здравие. Отец Небесный, мы просим, а Ты отвечай. Мы просим, а Ты знаешь, как дать ответам Твоим прийти до адресата. О май гут, Оливарда, Рапина, Калфеда, Лопанда, Бестасон. И потому я сейчас молюсь за этого отца Илариона, и за тех, кто еще на эту миссию готов, кто уже двинулся на эти миссии. Господи, Боже, протягивай руки к таковым, вытаскивай их изорва. О май гут, либо с плеста, с май кама на гута в отеле Прайсер. И я прошу Тебя, Господи, чтобы в этих местах, где много боли и горя, много перестрелок, чтобы там погибал грех, погибала всякая безысходность, погибало все то, что является дьявольской производной. Май гут, Оливина, Плайсер, чтобы люди, проходя через огонь, становились действительно горящими светильниками, становились Твоими факелами для этого времени и даже факелоносцами. Господи, прошу Тебя, чтобы Ты поднял армию факелоносцев. О май гут, Оливарда, Рапина, Калапарда, Рета, Плестасон. О Дух Святой, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что могу молиться Тебе о Твоем народе и взывать к Тебе о том, чтобы Ты благословила Галину Антоновну выйти из этого убежища, выйти, Господь, и оказаться в безопасном месте. Во имя Иисуса Христа я благословляю Твои кареты, Твои, Господь, ангелов, Твои конницы. Пусть они будут высвобождены, пусть они будут посланы, возлюбленные, мы просим, а Ты отвечаешь. Мы молимся, а Ты, Господь, даешь нам от Тебя услышать не просто зов Твой, но также, Господь, и Твои послания к нашим сердцам. Слава Тебе, Господи! Молю Тебя о тех людях, о которых сегодня звонил Анатолий. Я хочу благословить этих людей, которые преодолевают сейчас эти расстояния. Мы не знаем, Господи, где они в данный момент находятся, но это число уже запечатлено. Эти 19 человек, пусть, Господь, они все не просто доедут, они дойдут туда, где Ты предназначил им быть. Кому надо ехать, ехать, кому надо остаться, остаться. Но пусть каждый окажется там, где Ты его ожидаешь. Господи, мы Тебя просим, чтобы Ты устроял пути для населения, чтобы Ты прокладывал их через молитвы святого народа Твоего. И мы благословляем, чтобы эти люди все нашли убежище здесь, могли получить эту передышку, могли получить питание и вдохновление, могли получить ту чистоту, которая нужна, Господи, тот покой, который они потеряли. О, во имя Иисуса Христа! Мы говорим, Господи, сойди, сойди своим присутствием мира, сойди своим присутствием благодати, сойди своим присутствием покрова, сойди своим присутствием устройства. Господи, мы Тебя просим об этом и благословляем их. Благословляем каждого особо. Благословляем во имя Иисуса Христа. Дух Святой, я благодарю Тебя, что в этом наша просьба, а Ты тот, который отвечаешь. Поэтому мы благословляем ангела, который когда-то был послан вместе с Елизером, потому что попросил он этих ангелов. Попросил Авраам, попросил Елизер, сказал ангела Бога, которому служит мой Господин. А мы сейчас знаем Господина нашего по имени и говорим, ангелы, выйдите навстречу и пойдите вместе с Ларионом, пойдите вместе с теми людьми, которые сегодня являются этими проводниками, которые перевозят, проводят. Господи, пойди с ними, пойди и открывай свои небесные сокровищницы, открывай свои возможности. И пусть Господь каждый получит, потому что есть нужда и необходимость, чтобы все эти нужды были покрыты. Господи, я благодарю Тебя, что в этом наш голос и наша молитва к Тебе. В этом наша просьба и ожидание пред лицом Твоим. А Ты яви свою славу и яви свой покров. Дух Святой, я благодарна Тебе, что Ты начал и Ты совершишь, все до конца совершишь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы знаете, то, что есть на сердце сегодня, помолиться о тех конкретных событиях, о которых говорил Христос, и что мы за это время очень много прочитывали. 24 главу, например, Матфея. И перечисление тех событий, они требуют молитв. Потому что мы с одной стороны уже называли, и не один раз. Но я хочу вот этих пошагово, сколько сможем сегодня каких-то отдельных фрагментов, прочитать и о них помолиться. Например, когда Он сидел на горе Ильонской, ученики спросили, когда это будет, какой признак. Иисус сказал им, берегитесь, чтобы кто не прельстил Вас. Вот уже первый признак, да? О чем важно помолиться. Господи, избавь нас от прельщения или обольщения. Если человек думает, что меня это не коснется, то уже вот эта самоуверенность является опасной позицией. Христос предупреждал не для того, чтобы мы сказали, это не про меня. А для того, чтобы мы сказали, Господь, пусть это будет не про меня, чтобы ты меня защитил. В этот век обольщения. Потому что уровень того, что переживали ученики, почему они заснули в Гефсимании, это были очень сильные мужчины, рыболовы, которые ночью умели не спать. Но что-то происходило, они не могли молиться вместе со Христом. Потому что Христос тогда сказал, это ваше время и час тьмы. Вот тогда, когда наступает время тьмы, тогда мы не знаем, что такое давление тьмой. И можем не быть готовыми к этому. И поэтому, когда Господь предупредил, что это все равно придет, то наша сейчас ответственность принять от него способность видеть в ночи. Как это есть у совы, да? Способность видеть в ночи и быть исполненными светом изнутри, чтобы нас никто не плестил и не обольстил. Вы знаете, как это важно сейчас? Особенно, когда начинаешь видеть, что происходит с пастерами, что происходит с епископами, что происходит с людьми разных рангов, которые вроде бы как уже и зрелые, и давно влиятельные. Но что происходит? И мы не судьи этим людям, но это анализ, который мы можем сделать для своей собственной жизни. И сказать, Господи, сохрани от любой обочины. Сохрани, чтобы нам не оказаться сейчас ни в каких когтях. Я сейчас не говорю о том, что люди манипулируют, обрезают, составляют свои какие-то свои картинки, да? Это, конечно, сейчас этого много. Но я сейчас говорю именно о позициях, которые выражаются, когда люди уже ее выражают именно сами. Говорят, вот моя позиция, и вот в ней, в этой позиции двигаются. Понятно, что за каждым человеком есть еще люди, которые в эту позицию тоже начинают втягиваться. Как, знаете, как воронка, которая легко затягивает. И поэтому, чтобы нам не оказаться вот в этой позиции, Христос первое, с чего начал, смотрите, чтобы кто не обольстил вас. И поэтому я хочу помолиться о Церкви Божьей, чтобы она не попала под обольщение последних дней. Под обольщение последнего времени, которое сегодня уже, ну то, что наполняет атмосферу, конечно, но дышим мы этой атмосферой, живем мы в ней, либо мы дышим атмосферой неба. Когда мы принимаем другую программу на свою жизнь, не ту, которую дьявол нам предназначил. Поэтому я хочу сейчас вместе с вами об этом помолиться, чтобы обольщение, оно к нам не прикоснулось. Чтобы мы видели ситуацию верно. Вы знаете, как есть такое слово? Мудрый знает суть вещей. Не поверхностное рассуждение, а суть вещей. И так как мы сегодня во многом, фокус народа сегодня отметен куда-то в сторону. Вы знаете, сейчас вот у нас идут общие молитвы, и они как будто бы не совсем в тему. Я специально беру не так много того, что является фактами этого мира. Это осознанный выбор. Чтобы молиться о зрелости людей, чтобы молиться о жажде по Богу, чтобы горели сердца, это значит быть избавленными от того, о чем говорит весь мир. Это значит отвернуться от того, что факты кричат нам в лицо. И потому что мы их не замечаем, а потому что у всего этого есть свои намерения, планы и свои перспективы. И когда Церковь Божья горит Божьим огнем, она будет двигаться в Его воле, и молитвы будут точные, и результаты будут приходить. Поэтому, молясь сегодня о той силе, которая может единственное противостать этому миру, это Церковь, зажженная Божьим огнем. Это не Церковь просто номинальная. Это не Церковь, у которой есть какие-то формы, а это Церковь, которая живая и имеет отношение с Богом. Поэтому я хочу молиться о том, чтобы Церковь Христа была защищена от обольщения. И чтобы трибуны или кафедры не использовались для того, чтобы перетягивать канат в адрес какого-то там отдельного мнения или позиции человеческой, а чтобы звучало чистое Божье послание, чтобы это послание не было заражено никаким обольщением и никаким нечистым духом. Давайте об этом помолимся. Дорогой Господь, Ты один только знаешь, какой уровень обольщения уже вышел на землю. Боже, и мы не хотим быть самодостаточными или самодовольными, или самоуверенными, потому что наше упование не на плоти, наше упование не на опыт, наше упование не на какие-то знания, а на Тебя, Господи. И если Ты предупредил и сказал, берегитесь, то мы хотим взять на вооружение Твое Слово и сказать, Боже, избавь нас от любого обольщения. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, Господи, чтобы это обольщение, которое идет и пришло на весь мир, чтобы нам сиять, как светило на тверденье небесной, чтобы нам быть честны и те, кто обращает ноги к правде во веки и навсегда, сияет на Твоем небосклоне. Поэтому, Господи, наша молитва к Тебе об этом и просьба, чтобы Ты благословил нас гореть Твоим огнем, чтобы слава Твоя в народе Твоем проявлялась, чтобы чуждому огню не было места. Поэтому, Господи, мы взываем к Тебе об этом, чтобы дух обольщения не прикоснулся к церкви Твоей, Господи, чтобы всякое обольщение было обнаружено даже на расстоянии и не подпустить его. Поэтому, Господи, мы заблаговременно молимся, мы просим Тебя о том, о чем Ты предупреждал, а не о чем кричит сегодня СМИ или этот мир. Поэтому, Господи, мы не принимаем питание со стола этого СМИ, мы не принимаем питание оттуда, которое готовится при исподних местах. И, подобно Даниилу и его друзьям, мы говорим, мы не едим от царского стола, а мы принимаем ту пищу, которую Господь сотворил и которую Господь произвел от земли и от небес. Господи, мы принимаем небесного происхождения потоки, и земля дает свой плод вовремя. Поэтому мы отказываемся от всего того, что злачно, но на местах дьявольского происхождения. От этих плодов мы отрекаемся. Мы говорим, мы не хотим есть от этого стола. Май гад, Алаварда, Рапина, Крутос, Валаварда, Грецдор. Рафрада, Алапина, Галавардер, Рета, Супер, Караварда, Рапайзант. Липин, Палфада, Лапанатут, Доксад, Колобита, Галфада, Галапарта, Равиносан. О май гад, Алавина, Полаварта, Рапина, Стайс. О, Равира, Герфактор, Колобита, Палатса, Пирокарфеда, Глапсад. Ливард, Рапина, Гетфактор, Колобита, Палата, Пилатов, Лайзер. Дух Святой, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что в этом молитва и просьба. В этом молитва и просьба, чтобы Ты совершал свои чудеса, свои знамения и давал нам стратегии, как нам работать с людьми разных уровней. Разных категорий, Господь, с категорией власти, с категорией бизнеса, с категорией здравоохранения, с категорией образования, с категорией культуры и творчества. Как нам работать с разными людьми. Я принимаю эти стратегии, Господь, потому что важно освобождать от обольщения, а не просто самим не попасть. Поэтому, Господи, прошу у Тебя этой способности. Майк гад, Алавира, Параварда, Ротас, Оливандо, Гетфайда, Бент, Албата, Лавина, Калаварда, Рапина, Гетфайда, Глессен, Гестасен. Потому что свет во тьме светит, и тьма его объять не может. Майк гуд, Аливарда, Рапина, Калаварда, Рапина, Кисса, Пластас. Поэтому, Господи, молюсь к Тебе и принимаю это избавление от обольщения. Дух обольщения, убирайся с дороги народа Бога Живого. Майк гад, Алаварда, Рапина, Калаварда, Ретасен, Талия, Головита, Клайзер. Мы посажены со Христом на небесах, чтобы оттуда творить божьи суды над делами дьявола. Майк гад, Алавина, Палаварда, Рапина, Гетфайзер. Чтобы церковь Твоя вошла в крепость и силу. Чтобы горели сердца. Чтобы действительно понимать Слово Твое. Принимать его как ориентир к действию. Майк гад, Алавина, Палаварда, Рапина, Кротас, Алдавайзер. Поэтому, Дух Святой, молюсь я к Тебе об этом с народом Твоим. Каждый вечер сегодня, когда Твой народ молится, пусть, Боже, этот голос возвышается к Тебе о народе, о жителях земли, о жителях, которые сегодня уже именуются Твоим именем. Чтобы там рождалась Твоя идея за идеей, Твои стратегии, Твоя тактика. Чтобы приходили к нам понимания того, как Слово Твое вселяется могущественно в наши сердца. Чтобы нам распахнуться навстречу этому Слову. Чтобы нам действительно сказать, Господи, веди нас, как Твоих героев. Майк гад, Алавина, Пластас, Прайсер. Руви, Тагалапет, Дэвид, Фактор, Калабита, Плайс. Когда герой ведет своих, то они становятся Твоими героями. Поэтому, Господи, мы принимаем это водительство Твоем в нашу жизнь. Майк гад, Алавина, Палаварда, Ромендесон. И пусть голоса наши ясно видят. Пусть уши ясно слышат. И пусть, Господь, наше разумение и дух разумения будет из страха Господнего, чтобы не по взгляду очей, не по слуху ушей решать дела. А потому что страх Господен советника для нас. Потому что мудрость является советницей. Также для каждого, кто взывает к Тебе и просит этой помощи. Поэтому, Господи, избавь нас от обольщения. Избавь нас от ловца. Избавь нас от его сетей. Избавь нас от его приманок. Господи, майк гад, Алавина, Палаварда, Рапина, Калаверда, Рата, Супер, Караварда, Рейсер. О, Дух Святой, прошу Тебя об этом. Молюсь к Тебе об этом во имя Иисуса Христа. Майкута, Ливарда, Рапина, Калаварда, Рота, Селемен, Кайносен. О, майкута, Ливарда, Рапина, Битфайда, Битас, Алотанд. Ливарда, Рапина, Калфада, Гласт. Избавь нас, Господи, избавь нас, Боже, избавь от сетей ловящих, избавь от силков, избавь от капканов, избавь, возлюбленный, поставь нас на твердом основании, на пространном месте. Мы молимся не только о себе, о детях наших и внуках, мы молимся о церкви, мы молимся о народе Твоем, мы молимся о пастырах, мы молимся о епископах, мы молимся о каждому, кому Ты дал начальствующую позицию среди народа Твоего, Господи. Открывай глаза и уши, мой гад, оловина, половарда, рейзер, чтобы не завести в тупики, чтобы слепой не вел слепого, мой гад, оловина, пласты, спрейсер, чтобы не падали оба в яму, Господи, мы взываем Тебя, чтобы глаза открывались, прежде чем подойдут к краю ямы, мой гад, оловина, половарда, рота, салеман, давид, файзер, лейман, тули, калавита, калефестер, кто уже попал под дух обольщения, я приглашаю Твой ветер, чтобы он развеял этот туман и открыл глаза. О, мой гад, оловина, половарда, рота, салеман, давид, файзер, я приглашаю масть Твою, Господь, лечь на глаза, мой гуд, оливарда, рапина, калаверта, рота, салеман, давид, файзер, я благодарю Тебя, что это наше ходатайство, которое принимается небесами. Я благодарю Тебя, что Ты кладешь печать на эти слова, и пусть, Боже, они будут работать во имя Иисуса Христа. Аминь. Мне, честно говоря, плохо слышно, извиняюсь. Когда мы сегодня молились, и как-то вот открылось Слово Божье, да, и это Луки, 24 глава, 45 стих. Тут говорится о том, что Иисус уже воскрес, а Он встретился с учениками, они покушали. И потом Он, значит, сказал им, вот что, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в салмах. И 45 стих Он говорит, тогда отверстием ум к разумению Писания. И, вы знаете, сейчас у меня на сердце помолиться верой за народ города, страны, населений, школы и вообще как бы по всех уголках нашей страны, пусть это будет земли вместо гаджетов, чтобы у каждого человека была Библия. Слово Божье, чтобы было в руках, потому что Иисус умер за нас. И чтобы вот это, именно Бог открыл разумение к Писанию, каждому человеку на этой земле, в нашей стране, в наших городах, в наших селах. И чтобы мы увидели с сегодняшнего дня, да, помолившись, сегодня уже 23.04.22 года. И если вы со мной согласитесь увидеть, что Бог даст такую нам возможность в нашей стране, чтобы у каждого ребенка в школе, где бы он ни был, захотел иметь и почитать Слово Божье. Вы знаете, у нас в Тольятти, в Самарской области, вот мы оттуда, там у нас есть Пасха, да, и каждый праздник у нас дети приходят, по домам ходят, просто говорят, Христос воскрес. И в тот момент мы, я готовила просто маленькие подарочки, и у нас были, ну, выдавали тогда маленькое Слово Божье, там, может, от Марка или что-то. И я просто клала это в пакетики. И был такой случай, один мальчик, он получил этот подарок, ему, наверное, лет 11-10 было. И я потом смотрю в окно, он просто сел, и его не интересовали эти уже гостиницы, его интересовало так Слово, и он сел и так читал проникновенно. И я поэтому благодарю Господа, что Бог касается сейчас сердец детей, матерей, отцов в это серьезное время, чтобы каждый проникся духом до ума, чтобы мы могли видеть, слышать, наставляемо быть Словом и быть вдохновенным Богом. Вот, наверное, сейчас просто хочу помолиться за это. Согласно Луки, 24 глава, 46 стих. Спасибо тебе, Иисус, Дух Святой. Прости, пожалуйста, нас за все. Прости, Господь, что мы отвлекаемся от того, что Ты, Господь, даешь нам каждое утро. Ты пробуждаешь наше ухо жить, наслаждаться Тобой и видеть Тебя, Господь. Спасибо тебе, родной, за Твое Слово, которое действительно вдохновляет нас, оживляет нас, Господь, даёт нам единство, даёт нам хлеб, даёт нам воду, даёт нам жизнь ежедневно. Спасибо тебе, Господь, за ангелов, которых Ты посылаешь. И я сейчас молю, Дух Святой, верой, Господь, чтобы этот дух, этот ветер и эта благодать просто пошла сейчас, Господь, с этого места на всю нашу землю, на землю России, Господь. На все города, на все области, на все сёла, Дух Святой, чтобы эта благодать настолько двигалась в Отец и возобновляла это чтение, Господь, желание, хотение читать, извлекать главное, Господь. Интерес, Господь, проявился к тебе, кто ты такой, что ты Бог реален, что ты живой, что ты реально можешь что-то сделать для каждого, что ты имеешь такие способности, такую силу, что ты желаешь, Господь, желая соединиться с каждым. Дух Святой, соединяй каждое мгновение, каждое время. Аллилуйя, Дух Святой, аллилуйя. Пусть ни одно, Господь, ни злое, не случится сейчас, Отец, над всяким домом. Пройди, Господь, в каждое сердце сейчас. Пройди, Господь, в наши дома, в наших близких, Господь, чтобы мы могли, Дух Святой, созерцать тебя сейчас. Помоги нам, помоги нам, Господь, читать, вникать, слышать, Господь, приобретать. Пошли своих, Господь, ангелов, как ты в свое время разделял хлеб этот, Господь, преломлял, и он умножался. Пусть это слово, оно просто, эти Библии, пусть оно преломляется, отдается. Господь, высвободи финансы, высвободи ресурсы, которые могут так быстро давать сейчас, Господь, в эти сложные времена. Я вижу особенно бабушек, Господь, которые даже не читали, не видели Слово, но ты, Господь, им даешь. Они слышат, Господь, сейчас, вникают Дух Святой, Дедушкам, Господь. Аллилуйя, благослови, благослови, Отец, благослови их, Отец. Аллилуйя, слава, 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 слава живому Богу, слава, 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 слава. О, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе. О, спасибо, спасибо, Дух Святой, что Ты так велик в наших сердцах, что Ты охраняешь всякое будущее. Спасибо Тебе за новое поколение, грядущее, Господь. Спасибо Тебе за всех людей, Господь, которых Ты помог, Господь, вести в Слове Божьем, учить нас. Спасибо, родной, спасибо. О, Аллилуйя, Аллилуйя Тебе. Спасибо, спасибо Тебе. Аллилуйя, мой Бог, спасибо, родной, спасибо, спасибо. Пусть все желания сердца исполнятся. Я называла вот эти приборчики гаджетами, может быть, не по теме, я не знаю, но гад же Ты. И вот можно связать просто и уничтожить действия, разрушить действия на разум и умы наших детей и вообще взрослых людей через все вот эти приборы. Да, посвятить их именно Богу. И сейчас мы, Господь, благодарим Тебя за эту силу и власть, которую Ты дал нам через Свой крест, Господь. Спасибо Тебе, родной, что мы действительно можем связать всякого гада, ползущего, извивающего, морского, земного, связать в этих приборах, которые действуют на разум наших детей, на разум взрослых людей, чтобы никакого действия не было на их разум. Мы связываем и отправляем в преисподние места земли и посвящаем все эти приборы, все планшеты, приставки, всякие игры, чтобы это мы посвящаем для Твоей славы, Господь, чтобы дети наши и люди, они получали информацию для того, чтобы получать знания, чтобы пропитываться Твоим словом, да, читать даже Твое слово через эти все приборы, Господь. Мы просим Тебя об этом и мы благодарим, что у нас это есть сила и власть разрушать дела дьявола. И никакой гад, да не будет больше действовать на разум людей, на разум детей во имя Иисуса Христа. И также, Господь, благодаря Твоей силе мы можем уничтожить именно действия всякого... Есть вот эти... игры, есть казино, всякие автоматы, которые также влияют на разум наших детей и взрослых людей. Мы также связываем этих нечистых гадов, этих духов и отправляем в преисподние места земли. И высвобождаем мудрость Божию и говорим у наших детей и у людей ум Христов. Мудрость Божия, да, будет сестрой разума наших детей и людей, чтобы они мыслили категориями Христа во имя Иисуса Христа. И мы благодарим, Господь, что мы можем это делать, и мы высвобождаем Божье Слово, чтобы оно шло через все эти приборы. Твое Слово и распространялось в разум и сердца детей и людей. И не только в нашей стране, но даже до края земли. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы благодарим Тебя за это, Господь. Слава Тебе и хвала. Аминь, аминь. Аллилуйя, шалом. И тоже вот как-то так Господь ведет, да, за детей. Я работаю воспитателем в детском саду, ну, обычном детском саду. И сейчас такое благодатное время, праздник Пасхи, да. И я благодарна Господу за водительство Духа Святого. Сейчас просто мы, такое время мы показываем коллеге друг другу открытые занятия. И, казалось бы, такая простая тема нам досталась, ну, там, по здоровому образу жизни, каша. Но Господь так повел, дал мудрость, чтобы провести это занятие, как связать с традициями русского народа. И просто показать, что не хлебом единым жив человеком, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И тоже просто вот дать этот урок как важность чтения Слова Божьего. И на этом занятии будут все коллеги нашего детского сада, все специалисты, заведующие, в общем, начальство все. И я просто прошу сейчас молитвы, чтобы Господь просто помазал мои уста, дал нужные слова, чтобы подготовил сейчас почву этих людей, коллег, детей, их родителей. И просто, чтобы Слово Божье, оно действительно укоренялось в сердцах, в разумах. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Господи, я благодарю Тебя за Духа Святого, Господь. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты благой, за то, что Ты так устраиваешься, Господи, потому что Ты любишь нас, Господь. Ты любишь детей своих. Ты любишь людей, Господь мой, Царь и мой Бог. И Ты хочешь, чтобы никто не погиб, но все имели жизнь вечную. Господь, это сейчас такое благодатное время для осени слова Твоего, для того, чтобы сеять это зерно в детские сердечки, в сердца родителей, в сердца, Господи, каждого человека, Боже, открыть истину, что Пасха – это не крашение яиц, Господь, а что это Твое воскресение, Господи. И я благодарю Тебя за эту возможность, Господь, сейчас просто, которую Ты даешь мне, Господь, которую Ты открываешь мне, чтобы, Господи, наша система образования, она менялась, Господь. Я благодарю Тебя, мой Царь и мой Бог. И я благословляю сейчас сердца моих коллег, Господь Божий, деток, их родителей, Господь. Ты, Дух Святой, подготавливай эти сердца. Пусть эта почва, она будет, Господи, мягкой, пусть она будет вспаханной, Господь, чтобы Твое семя, оно упало на добрую почву, проросло, Господь, и дало плод, Господи, во имя Иисуса Христа. Защити от всех терниев, Господь, Господи, чтобы ни одно семя не было украдено, Господи, во имя Иисуса Христа, мой Царь. Халилуя, Господь. Благодарю Тебя, Господи, дай мудрости, помашь мои уста, Господь Божий. Господи, просто иди впереди меня, Отец. И я благодарю Тебя за то, что нам не надо думать, что говорит Господь, но Ты, Господь, будешь давать эти слова, Господь, зная, что происходит в сердцах каждого человека. Благодарю Тебя за Твое устройство, Господь. Благодарю Тебя за Твою защиту. Благодарю Тебя, мой Царь и мой Бог, за все, что Ты делаешь в наших жизнях. Аллилуйя. Аминь. Добрый вечер, уважаемая церковь. Три, три, три. Не знаю, почему я сказал вечер, но я сегодня был первый раз на домашней молитве, на домашней группе у Вани. Вот, поэтому сказал добрый вечер, продолжение всего этого замечательного. Все эти замечательные идеи, посвящать жизнь Богу, вот, и есть достаточно многие вещи, за которые хотелось бы помолиться, и... Но они достаточно... Достаточно серьезные, да, потому что я хочу помолиться сейчас, чтобы мы помолились церковью за одного человека, который... Который тянет, который тянет один проект музыкально-творческий, да, и, как мне показывают в духе, те люди, которых он тянет, они не хотят идти на глубину, вот, и, соответственно, я хотел бы помолиться об этом человеке, об этих людях, чтобы они пошли на глубину с Иисусом, вот, и... Сейчас просто приходится очень часто молиться за этих людей, вот, и приходит рикошет, и я бы хотел, чтобы мы помолились вместе с вами. Господь знает, о чем я говорю и почему я это говорю. Потом я даже, может быть, лично позвоню вам, молю Дмитрию, наверное, и мы как-то это промолим. Вот, и сейчас давайте встанем, и... Раз уж меня Господь сюда вывел, того я думаю, что мы сейчас это сделаем. Аллилуйя, Господь, слава, 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 Иисус, я благодарю Тебя, Иисус, аллилуйя, слава, 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 Иисус. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты слышишь наш голос, Господь, за то, что Ты хранишь жизнь этих людей, Господь. И если в сердце моем что-то есть неправильное, негативное, я каюсь, Господь, прямо сейчас. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты сердце чистое, Господь, созидишь во мне, Господь. И тот путь, который, Господь, я прошел за эти два года, Господь, когда пошел на глубину, Господь, это все благодаря Тебе, Господь, и тому человеку, который тянул меня, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты укрываешь этих людей, Господь, от замысла коварных, от мятежа злодеев, Господь. И если это злодеи, застрелим язык свой, Господь, как меч, и напрягают лук свой, Господь, Иисус, как извительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочных, Господь. И утверждаются взлом намерения, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что эту сеть Ты просто срываешь, Господь, с этих людей. Ты срываешь эту сеть с этих людей, Господь, и насаждаем правду, Господь, во имя Иисуса Христа. Если нечистые демоны, Господь, какие-то делают расследования, Господь, до внутренней жизни этих людей, Господь, Ты приходишь, Господь, и поражаешь их стрелой, Господь. Ты поражаешь их стрелой, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Иисус. Слава, 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 Господь. Посылаем прямо сейчас стрелы в стан врага, стрелы в эти демонические союзы, которые пытаются высвободить смятение, Господь. Мы вырываем с корнем, вырываем с корнем, Господь. Хали, 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 хали. Я благодарю Тебя, Иисус. Аллилуйя, Тареме, Гадари, Дари, Дари. Аллилуйя, Господь, слава, 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 Господь. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что эти люди, за которых мы молимся, Господь, они идут на глубину, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус, за то слово, которое Ты дал, Господь, если они не пойдут на глубину, они будут выдворены в другой город, Господь, где они не смогут нести Твое слово, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты даешь этот шанс, Господь, мне как хода Твою, Господь. Аллилуйя, Господь, слава, 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 Иисус. Я благодарю Тебя, Иисус, аллилуйя. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты приходишь и обрубаешь все нечистое, Господь, с жизни этих людей. Обрубаешь все нечистое, Господь Я благодарю Тебя, Иисус, Аллилуйя Ащемири, кари, 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 кари Ащемири, дури, 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 Аллилуйя, Господь, слава Я благодарю Тебя, Иисус Я благодарю Тебя, Иисус, за этот огонь, Господь Который Ты насаждаешь в сердце этих людей, Господь Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Всякие нечистые каналы, они просто Пресекаются через этих людей, Господь Пресекаются и больше не идут Больше не идут, Господь Я благодарю Тебя, Иисус, за глубину Аллилуйя, Господь, слава, 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 Господь Слава, Иисус, Аллилуйя, слава Слава, 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 Иисус Я благодарю Тебя, Иисус, Аллилуйя, слава, слава Ащемири, кири, 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 Господь Пусть эта вода, Господь, она льется, Господь Пусть эти молочные потоки, Господь, потоки небес, Господь Они просто изливаются на этих людей пусть они купаются в Твоей благости, Господь. Аллилуйя, шире, 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 Господь. Я благодарю Тебя, Иисус, Аллилуйя. Слава, 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 слава. Славен Господь наш, славен Господь наш, Славен Господь наш Аллилуйя, Господь, щери-щери-щери, Господь Я благодарю Тебя, Иисус Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что поднимаются вихри Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что поднимаются вихри Твоей славы, Господь И мы высвобождаем в жизни этих людей, Господь Я благодарю Тебя, Иисус, Аллилуйя, слава Слава, 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 Иисус Я благодарю Тебя, Иисус, слава, 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 Джисус, слава, Господь, за то, что Ты изливаешь потоки, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус, и мы приносим, я приношу заместительное покаяние, Господь, за этих людей. Я благодарю Тебя, Иисус, приди, приди, возьми их в свои объятия, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус, да будет удален всякий дух религиозных разделений церквей, Господь, во имя Иисуса Христа. И все эти слова, когда люди говорят, что мы якобы не умеем молиться, Господь, находясь на нашей молитве, мы просто аннулируем во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты завязываешь уста, нечестивую миру, Господь, и развязываешь уста, которые через Твое Слово, Господь, будут славить Тебя, Иисус, в жизни этих людей. Я благодарю Тебя, Иисус. Аллилуйя, Господь! Слава, 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 слава! Аллилуйя! Слава, слава, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Пусть Твои ангелы работают, Господь! Во славу Божью! Господь, Аллилуйя! Слава, слава, слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Аминь, аминь, аминь! приветствую церковь тоже сейчас стояла волнительно конечно давно уже здесь не была но меня так Господь побуждает знаете за что молиться Иисус сказал когда уходил идите и научите крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа Господь дал церкви повеление и вы знаете в моем сердце но меня Бог призывает к миссионерству я уже служу слава Богу ну может быть я глобально так слава Иисусу в Африке было Господь туда побуждает еще поехали но я хочу сказать что есть очень много знаете и в России и в деревень ну не только в России мест где еще нет церквей и где нет Слова Божьего поэтому у меня ну вот такое сейчас желание согласиться молиться о том чтобы Господь поднимал детей своих потому что это каждому дано знаете один проповедник сказал вам не надо слова для того чтобы идти вам нужно получить слово чтобы не идти вот поэтому каждому конечно на своем поприще и в своем месте но вот у меня сейчас такое желание и прошу вас согласиться со мной молиться о том чтобы Господь поднимал детей своих идти идти может быть в деревне это не обязательно должна быть там Африка или Бразилия или еще куда-то да здесь у нас в России в деревнях в каких-то поселках там где нет Христа там где темно там где мрак поэтому вот давайте встанем сейчас согласимся в молитве Аллилуйя тебе Господь слава тебе слава тебе за то слово которое ты высвободил для нас потому что ты сказал уже идите и научите ты дал нам слово и я знаю сколько много верующих твоих детей еще не имеют этого понимания встать и идти Господь убери вот эти все преграды которые путы которые нас связывают и мы сидим и не встаем и не идем евангелизировать поднимать Господь говорить слово Твое нести слово Твое потому что это наше призвание это наше призвание нести Твое слово в деревне Господь я просто благословляю особенно Красноярский край Дальний Восток Господь там в те деревни которые возможно еще не имеют слова Божьего не имеют пасторов не имеют служителей Господь но ты призываешь людей они сидят и я прошу тебя Господь чтобы ты поднимал своих детей побуждал и чтобы мы не оставались равнодушными Господь к Твоему слову когда ты говоришь иди и научи дай нам быть послушными тебе Господь я каюсь что я еще не там Господь где бы ты хотел чтобы я была ты мне много вложил настолько много я хочу это отдать Господь и я каюсь Господь что я еще не там и я прошу тебя убери мои узы убери вот эти все что мешает Господь идти и быть в этом призвании Господь миссионера лично для себя Господь я знаю что ты меня к этому призвал дай мне Господь пойти в эти войти Господь в это призвание полностью Господь полностью и я прошу тебя поднимай твой народ поднимай детей твоих чтобы они не были равнодушными к этому потому что ты дал слово и нам надо получить слово чтобы не идти у каждого есть слово идти и он говорит Господь идите и научите дай нам Господь взять это слово и идти до краев земли Господь еще столько людей не имеют Господь не имеют твоего слова не имеют даже перевода твоего слова Господь я прошу тебя поднимай чтобы мы шли до края земли чтобы мы шли до тех племен может быть до тех деревень кто может здесь значит здесь кто может дальше значит дальше Господь просто дай нам быть готовыми дай нам инструменты подготовь Господь и посылай каждого делателя Господь на нивы твои чтобы мы не сидели Господь потому что каждому ты дал это призвание. Во славу Твою дай провозглашать Слово Твое. Дай нести Тебя Христос, как хлеб жизни, нести до краев земли, Господь, во славу Твою. Господь, просто пусть в этом прославишься Ты, пусть явлена будет Твоя слава во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, пусть Господь в разных сферах побуждает людей и молиться, и действовать. Друзья, у нас сейчас до перерыва еще два момента. Это о Пасхе. Хочу помолиться с вами о празднике, о самом, о служении, чтобы оно было действительно вдохновенным процессом, о том, что у меня на этой неделе, на после Пасхи, поездка в Москву. И тоже хочу об этом молиться, чтобы Господь устроил все эти встречи, вопросы, темы, которые там будут звучать. И помолиться вот о следующем пункте, который здесь у нас звучит, вот в этом тексте Писания. Из 24 главы, что я начала читать. «Также услышите о войнах, о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь». Слово «не ужасайтесь» оно как будто бы людьми вот не прочитывается, потому что ужасаются практически все. С одной стороны, понятно, причина есть, да? Но Христос эту причину видел ярче, чем мы. И он говорит, смотрите, не ужасайтесь. А почему? Потому что, когда человек произносит слово «ужасающее», то он открывает свое сердце для принятия большей порции. И это приходит угнетением, это приходит печалью, это приходит безысходностью. Но чтобы нам быть открытыми для Божьих потоков, которые связаны с надеждой, связаны с выходом, с перспективой, то он говорит, вы не ужасайтесь. Поэтому я хочу помолиться об этих вещах, чтобы сознание людей было защищено от ужасов, которые сегодня рвутся просто на территории домов, на территории сердец, на территории семей, чтобы ужас он нас не касался. Потому что, если Господь знает, как провести через все рубежи своих детей, то Он знает, почему Он нам допускает какие-то события в наши судьбы. на самом деле мы от многих вещей хотели бы быть избавленными, но почему-то Господь их дает. Дает это слышать, дает это переживать, дает это чувствовать, дает в каких-то, может быть, вот этих моментах острия присутствовать. По всей вероятности, это работа с нашими сердцами. Потому что, вы знаете, так многие люди хотят действия даров Святого Духа, но дары приходят на характер, на готовность. Потому что, когда характера нет, нет обрамления, некуда вставить камень. И поэтому, когда Господь уже что-то сделал, какой-то характер соединил, туда вставляет то, что не потеряется, не будет пренебрежения. И поэтому, когда мы проходим через школу Божьего приобретения характера, то от многих вещей на уровне логики мы хотели бы отказаться. А тогда, когда Он еще готовит свою церковь к переселению, то здесь Он даже торопится, я бы сказала. Потому что я не думаю, что у нас, по крайней мере, на нашем веку есть что-то, чтобы мы посмотрели и сказали, в таком темпе развивалась жизнь. Сейчас такой темп событий. За последних 2-3 года это что-то вообще невероятное по количеству того, что уже произошло, каких много событий, которые у нас сейчас как бы отошли на второй план. Но если в них вдуматься, то они не на втором плане. Потому что это тоже все цепь событий, одно из звений, одно за другим. Поэтому, молясь о том, чтобы Господь сохранил нас от ужаса, сохранил от тех последствий, которые тут идут, потому что это же ужас, когда здесь перечисляется, восстанет народ на народ, и царство на царство, будут глады, моры и землетрясения по местам. Вот об этом тоже хочу молиться. Раз Господь об этом предупредил, чтобы мы не голодали, чтобы мы не были под землетрясениями, чтобы мы оказывались в правильном месте в нужное время, то об этом тоже лучше молиться, чем не молиться. И кто-то боится читать об этом, а на самом деле надо не просто прочитать, а надо к Богу идти, потому что Он дал это слово как предупреждение. А раз предупреждение, то можем молиться о том, чтобы Господь благословил нас вовремя, то, что надо обрести, приобретать. Потому что сейчас ценности меняются очень сильно, и поэтому даже вопрос приобретений, пусть он будет точным, правильным. А если приобретения не помогут, то значит нужна просто сверхъестественная уже Божья рука и водительство. И поэтому вот об этом хочу молиться, о Божьем народе, чтобы никто не голодал, никто не был под этими морами. И, кстати, у нас сейчас вот Татьяна Мартынова в больнице лежит. Я не знаю, какая там ситуация есть, что-то изменения какие-то. Не слышала, да? По крайней мере, оказалась она там, какой у нее диагноз? Вирусный энцефалит. Видите, это полностью отключен мозг, и она сейчас не движется, не слышит и так далее. И вот от такого рода вообще заболеваний, которые сейчас могут быть тоже и выпущены, да? Мы же не знаем, какая система, как работала до сих пор, но мы знаем, что лабораторные вирусы, значит, это что-то может происходить. И досохранит нас Господь от этого. Молясь за других, кто сейчас нуждается в помощи, досохранит он наши. И сознание, и сердце, и наши тела. Потому что все в его власти. И когда мы знаем, что дьявол, он изобретатель на зло, а Бог предупредил, что люди будут изобретательны на зло в последнее время, то вот эти вот изобретения мы сегодня уже видим, их последствия тоже видим. И поэтому предупредить подобного рода вещи, поставить стены, защиту над страной, над городом, над церковью тем более. Давайте это сделаем. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что у нас есть возможность брать Твое Слово и нести к Тебе, как Твое доказательство. Ты нас предупредил, и Ты сказал, что это придет. Придет на землю, что будут глады, моры, землетрясения, что восстанет народ на народ, и царство на царство, что ненависть, она поднялась до такого уровня, что люди стали ненавидеть друг друга. Господи, а мы взываем Тебе, чтобы человечество, люди, общество сдали экзамен на предмет человечности, чтобы могли действительно не стать зверьми. Господи, мы просим Тебя, чтобы звериную природу не пропускали. Майгута Вата, Бита, Фалепер, Таравира, Герфрада, Гурамендо, Салесон. Молясь об обществе, мы молимся и за себя. Мы молимся, потому что мы часть народа, живущего на земле. Но, Господи, Твой народ, Ты нас вывел из Вавилона. И благослови нас теперь жить в центре Твоей воли. Благослови понимать, что нам не надо ужасаться, когда то, что происходит, прости, когда слова вылетали из уст. Просто глядя на факты, которые действительно вызывают неприятные ощущения, которые вызывают этот ужас, а тем более, когда он сфабрикован. Поэтому, Господи, прошу Тебя, чтобы Ты благословил наши глаза не смотреть на кровопролитие, а молиться к такому Богу, у которого вся власть, чтобы остановить это кровопролитие, чтобы остановить это безумие. У Тебя вся власть, но Ты знаешь причины, по которым это еще не произошло. Поэтому я молюсь о церкви Твоей, которой важно встать в позицию, в позицию зрелости, в позицию, в которую Ты, Господь, ее приводишь. Майгута Ливарда, Рапина Калаварда, Ретас Алипарта, Виталипена Сулапсат, Ливарда, Рапина Галаварда, Дотас Аликенда, Гитасон, Маливорда, Бирата, Фалапанда, Виталипана Сулапсат, Малекина Вегита, Палаварда, Рапина Гитфайс. И когда многие кивают в адрес разных руководителей, Господи, а Ты работаешь с церковью, у Тебя свой фокус, у Тебя свое понимание ситуации, и Ты знаешь, что Ты делаешь сейчас, от чего освобождаешь, от каких корзин, от каких веревок, от каких канатов, от каких цепей, от каких кандалов Ты освобождаешь свою церковь. Господи, как Ты ее переодеваешь, как Ты ее оснащаешь. Я благодарю Тебя за это, Майгута Ливарда, Палаварда, Ротас Алипина, Витфайзер. И я благословляю каждого, каждого особо. Я благословляю не оставаться безразличными, не оставаться в стороне от Твоего водительства, каждого человека познавать, что есть воля Божья и блага, и годна, и совершенна для нашего сезона. И Ты предупредил нас, чтобы не ужасались, чтобы свои уста не отдавали на умножение ужаса, а утверждали Твой мир в народе, утверждали Твой порядок в сердцах людей, утверждали Твои, Господь, победы во имя Иисуса Христа, Майгата Лавина, Палаварда, Райзер. Дай, Господь, спокус свой сместить от того, что кричит, от того, что привлекает внимание, но сместить на того Отца Небесного и Творца всего видимого и невидимого мира, где Ты обитаешь в неприступном свете и где постоянно преклоняются пред лицом Твоим и старцы, и херувимы. И я благодарю Тебя, Господи, я благодарю Тебя, что Ты хочешь, чтобы мы, как Твой народ, взирали на воздаяние. И Ты сказала, горнем помышляйте, а не о земном, где Христос сидит одесную Бога. Поэтому благослови нас, Господь, туда смотреть и об этом размышлять. И когда Ты говоришь, Господи, что Слово Твое, что будут предавать вас за имя Мое, Господи, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, защити наследие Твое. А кому Ты предназначил пройти этот путь, дай силы и крепости, и благодать Твоя да почьет на таковых людях. Благодать Твоя да приведет от первого мгновения до последнего. Господи, я призываю благодать, я призываю благодать, я призываю благодать как силу, я призываю благодать как защиту, я призываю благодать как одежду, я призываю благодать как вкус жизни. My good old Lord, my good 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 Гитфайзер, я благодарю тебя Равира Калавестасен, Тули Гитфест И мы молимся пред лицом твоим о том Чтобы ты благословению твоему дал изливаться Благословению твоему дал изливаться До края земли Майгата Лавина Фройзен в том, чтобы сознание Людей не подвергалась атакам Врага, а выходила на свободу Майгата Лавина Палаворта Рапсет Прейсер Равито Гиткарда Битаклина Пласт Майгата Лавина Калаворта Рапенесен Когда народ на народ наступает Господи, этнос на этнос поднимается А мы говорим, Боже, пробуди Пробуди здравый смысл в народе Пробуди братские чувства Пробуди основания и понимания Основания для нашей жизни Пробуждай, Господь, в наших сердцах Твои чувствования Боже, я молюсь сейчас также о воскресном служении Которое будет праздничным служением Во многих церквях И я прошу Тебя, Господи, чтобы не было шоу А было Твое водительство Чтобы было Твое присутствие Потому что, Господи, мы ничем не можем Тебя убедить или удивить Потому что все лучшее оно у Тебя Но мы хотим, Господь, просто свое сердце Принести при лицо Твое И я прошу о каждом человеке Чтобы пришли и поклонились Тебе Духом Святым Поклонились Тебе, Господь, святостью Твоей Поклонились Тебе вечностью Твоей И сказали, Господи, один Ты Достоин принять всю славу и честь Один Ты достоин, Господь, принять Нашу благодарность и искренность Глубину нашего поклонения Поэтому, Господи, благодарю Тебя Что мы сейчас об этом просим Чтобы всякий налет Какой-то суеты Он был удален Но чтобы присутствие Святого Духа И водительства Твое Оно было очевидным Во всех движениях Во всех, Господь, частях служения Прошу Тебя и знаю, что мы это делаем Во славу Твою А не во славу каких-то человеческих достижений Поэтому, Господи, мы желаем Чтобы достижения приходили в народ Но приходили через водительство Твое Через помазание Твое Через усердие, которое кладется на Твой алтарь Во славу Твоего имени Господи, благодарю Тебя за это Благословляю Твой народ Благословляю, Господь мой Те, кто просили молиться сейчас Или сами молились пред Тобой Благословляю Татьяну Благословляю, Господь, ее урок Это занятие Благословляю всю администрацию Благословляю, чтобы они увидели Бога Творящего Через ее уста и руки Пусть, Господь, они Господь услышат Тебя говорящего И пусть глаза ее горят Твоим огнем Пусть, Господь, Твое слово Оно проникает глубоко в эти сердца Господи, потому что пришло время Потрясти устои адов В системе образования Начиная с детского сада Господи, поэтому во имя Иисуса Христа Мы говорим, эти устои Они трясутся и они разрушаются Потому что Христос воскрес Воистину воскрес И мы знаем Твое воскресение А всякая подделка Которую столько лет праздновали В этой стране, как день рождения Ленина Мы срубаем это дерево вместе с корнем Срубаем вместе с корнем Срубаем вместе с корнем Срубаем вместе корень Вытаскиваем Когда навязывались детям Эти даты Навязывались эти имена С детского сада И на это место насаждаем Дерево жизни На всякую дух смерти Мы прогоняем Осаждаем дерево жизни Чтобы дети узнавали Кто есть на самом деле Чье имя надо понимать и знать В чье имя надо облечься И как идти по жизни Прости, Господи И удали Удали эту природу Я благодарю тебя, что времена твои пришли Когда суд над идолами происходит от Господа Суд над всяким идолом Суд над всяким идолом Над всяким идолом суд от Господа Поэтому пусть памятники будут удалены Пусть Господь Все воспоминания об этом будут сожжены Я благодарю тебя, Дух Святой Я благодарю тебя, что в этом наш голос молитвы И ходатайства пред тобою Я благословляю во имя Иисуса Христа Эту поездку в Москву Пусть будет устроено все в деталях Устроено в твоем послании Устроено в людях, кому там необходимо быть Поэтому Дух Святой Я благословляю каждого москвича И каждому человеку, кому ты полагаешь на сердце Там оказаться Я благословляю во имя Твое И говорю, Господи, собирай рассеянное Собирай и укрепляй то, что додломилось Я благодарю тебя, Дух Святой Что могу благословлять прямо сейчас Господь Иисус Каждого, кто уже пришел или придет В Твое присутствие И будет покрыт славой Твоей Благослови же нас, Господи В предстоящие дни Благословляем во имя Иисуса Христа Твое присутствие в нашем городе И да узнает этот город День посещения Твоего Господи, да узнает этот народ День посещения Присутствие славы Твоей Я благодарю Тебя, Господи, что узнает И узнает больше Потому что Ты начал двигаться И действовать Сам И я благословляю во имя Иисуса Христа Твоих ангелов быть активными в этом Благословляем этот перерыв И пребудь с нами, Господь, восстановлением сил В каждом дне и в каждом мгновении Во имя Иисуса Христа Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok